Какая стрелочка показывать на север? Роз, преслая. Всё, молодцы, правильно. Спортивная форма и компас. Вот всё, что нужно на занятиях спортивным ориентированием. На старте каждый участник получает карту, в которой отмечены контрольные точки, и электронный чип. У меня в руках компас. Я сейчас, когда придёт Татьяна Викторовна, я сейчас пойду бегать по лесу. По гарантам всяким. Я занимаюсь уже второй год. Я люблю спорт. Я хочу получить много медалей и быть спортсменкой. Это единственный вид спорта, который мне можно, и он мне сам по себе нравится. А почему тебе только его можно? У меня с глазами проблемы. Мне этот спорт понравился, поэтому я и хожу. Спортивным ориентированием могут заниматься даже люди с проблемами здоровья. Поэтому базой финала сезона стала «Школа глухих». Ориентирование – один из самых доступных видов спорта. Сначала был распространён только среди военных. А как массовый гражданский спорт, ориентирование зародилось в Норвегии в октябре 1897-го. 115 лет назад. Правила просты. Задача спортсмена – по карте как можно быстрее и в нужном порядке пройти дистанцию, ориентируясь по компасу и отмечаясь на всех контрольных пунктах. У нас электронная система. У каждого спортсмена свой индивидуальный электронный чип. И проходя контрольные КП, контрольные точки на дистанции, он фиксирует своё место прохождения этим чипом. И на финише мы можем видеть результат прохождения каждого отрезка. Ориентирование – круглогодичный вид спорта. Летом спортсмены передвигаются бегом или на велосипедах, зимой на лыжах. Детей принимают в секции почти во всех районах города. Действуют филиалы школы Олимпийского резерва. Для развития это вообще вид очень гармоничный. То есть развитие из памяти, внимания, просто интеллекта. Ну и всё это на фоне физической нагрузки, беговой, лыжной, даёт очень много. Я считаю, что для детей нет ничего лучше, чем вот такое занятие ориентированием. А кроме того, это перспективно. Наши спортсмены – одни из лидеров сборной России. Только в этом году на соревнованиях мирового и европейского уровня шесть спортсменов из Пермского края принесли в копилку сборной восемь медалей разного достоинства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова